Совсем скоро, в марте, у Владимира Путина выборы. Ну, как выборы. Именно что у Владимира Путина в России выборов нет. Никакого честного и справедливого голосования нет и не будет. Никакие независимые кандидаты допущены не будут. И в этом отношении, конечно, эти выборы являются сугубо такой ритуальной процедурой. Но есть у них один нюанс. Нюанс этот заключается в том, что в рамках диктатуры любая электоральная процедура, даже вымышленная, даже не настоящая, даже фальсифицируемая, является большой проблемой. Почему? Потому что различные факторы, которые оказывают влияние на поведение людей, в этот период могут серьезно исказить восприятие властью реальности и, соответственно, породить новые угрозы для этой власти со стороны людей внутри страны. Причем не тех категорий, от которых ожидают угрозу. Ну, знаете, вот эти вот все либералы, оппозиционеры, люди, которые хотят, чтобы Россия не была фашистской страной и прочее, прочее. Нет. Угрозу в момент выборов видят вообще во всем. И угроза действительно ползет отовсюду. И в этом контексте одна из самых больших проблем, которые есть для российской власти, это мобилизованные. Мобилизованные это люди, которых забрали на войну в сентябре прошлого года. Их набрали много. Несколько сотен тысяч. От 300 до 500. И с мобилизованными в чем проблема? Проблема в том, что это не контрактники, которые пришли за длинным рублем. Что это не заключенные, которые увидели в этом возможность избежать наказания. Это люди, которые работали на гражданских работах, вели обычную жизнь, рожали детей и с армией связывать свою жизнь не собирались. Однако пришла повестка. И эти люди отнеслись к этому достаточно легко. Кто-то поверил Владимиру Путину, что мобилизованные не будут надолго забраны на линию фронта и скоро вернутся домой. Кто-то поверил, что их не будут кидать на передовую. А кто-то решил, что я буду закон нарушать, не разобравшись, что за это нарушение оплата не такая высокая. От 500 до 3000 рублей, по-моему, была на тот момент. Сейчас немножко выше. В любом случае, это люди, которые сами не проявили желания для того, чтобы идти на фронт. И вот сейчас, когда эти люди на фронте уже более года, семьи этих людей, тех, что остались живы, начинают подозревать, что что-то здесь не ладно. Но как начинают подозревать? Уже активно подозревают и более того, уже выражают это свое подозрение. Многие из них радикализировались и начинают говорить о том, что в целом война никак не связана с интересами России. И требовать уже не просто возвращения мужей домой, а то, чтобы ничьих мужей на эту войну не забирали. Эта проблема становится для власти все острее, потому что у нее две стороны. С одной стороны, собственно, власть держится на силовиках. Возьмите, отмутуйте всех жен мобилизованных и посадите их в тюрьму. Ну, как посадили Гиркина. А кого-нибудь убейте, как убили Пригожина. Но есть с этим проблема. Проблема в том, что это не пятая в кавычках колонна. Ведь мы все в представлении Кремля, агенты, госдепы, еще чего-нибудь. Блин, правда, если бы столько, сколько говорят про то, что мы все там агенты, масада, госдепы, нам всем платят кто угодно, там рептилоиды и прочее, было бы правдой хотя бы на десятую часть, то я бы уже, наверное, как Скрудж Макда в золоте купался. Но нет, плачу наоборот. Я, Америке, налоги, а Украине сборы и, соответственно, материальную помощь на различных военных. Тем не менее, значит, российское государство и российское общество, которое сидит на пропаганде, считают, что мы вот такие настоящие там агенты западных разведок. В отличие от жен мобилизованных. У этих жен мобилизованных есть имя, фамилия и отчество. А также действительно есть мужья на фронте. Не только мужья, у некоторых это дети, у некоторых это братья. Это реальные люди с реальной биографией, у которых реально их родственники на линии фронта. Те, что живы. Часть уже умерла, часть уже калеки. И вот что с ними делать, понятно, не до конца. Потому что, да, конечно, можно их задержать, кинуть в тюрьму или прибить. Однако проблема в том, что их родственники этого не поймут. Их родственники прямо сейчас находятся в окопах с оружием. Их родственники прямо сейчас воюют и убивают украинцев. Их родственники прямо сейчас являются частью фашистско-оккупационной армии. Однако, если их родственники вдруг увидят, что на самом деле все то, что мы, пятая колонна, говорим, правда, и Россия является фашистской страной, а, собственно, на них, на мобилизованных, наплевать, а, собственно, президент постоянно врет, и вообще Украина на Россию не нападала, хотя это должно быть и так очевидно, даже человеку, у которого ампутирована половина мозга, тем не менее, если они увидят, что действительно российская власть представляет для них и их близких большую угрозу, чем вымышленные угрозы страны Украины, то эти люди могут повернуть оружие вспять. Тем более, что уже есть относительно успешный пример Евгения Пригожина, который достаточно малым контингентом чуть не добрался до Москвы. Правда, 5000 человек из Ростовской области, которые ехали на Москву, заставили Владимира Путина отступиться и, собственно, человека, которого он назвал предателем, все-таки как-то и принять в Кремле, и вообще, значит, дать какие-то гарантии. Потом, конечно, нарушить и убить, но это уже другой разговор. В любом случае, действительно, мобилизованные сейчас на линии фронта являются основной, на самом деле, воюющей силой. Несмотря на все рассказы Медведева про контрактников, мобилизованные все еще остаются костяком российской армии. И мы это множество раз обсуждали. И Руслан Левиев подробно объяснял, как это работает. Без мобилизованных российская армия просто схлопнется, а фронт обвалится. Поэтому запустить эту цепную реакцию Кремль очень боится. Однако, если не пресекать бунт со стороны жён мобилизованных, то он будет разрастаться. И ровно это и происходит. Каждую неделю теперь жены мобилизованных собираются около различных памятников и вечных огней в своих городах, носят белые платки, как символ своего протеста, и даже выходят с плакатами. Происходят безумные по меркам нынешней России вещи. Люди с плакатами против решения властей в центре городов выходят и их не задерживают. По крайней мере, так было перед Рождеством. Действительно, жены мобилизованных вышли к Кремлю с плакатами и их не задерживали. Я не помню, когда такое было последний раз в России. В этот раз, а в рамках их еженедельной акции, одну из них, Марию Андрееву, задержали. Она одна из самых известных и медийных. На самом деле, в этом проекте путь домой и около него уже довольно много жен мобилизованных. Речь идет про десятки. Если десятки вам не кажутся большим числом, я вас понимаю. Но опять же, нужно понимать нынешний контекст, нынешний репрессивный контекст и угрозы страны российской власти. Их публично полоскают на телевидении, пропагандисты говорят, что они агенты Навального или Украины, а их мужьям, которые находятся в окопе, говорят усмирить своих жен, сестер и матерей. Иначе этих самых мобилизованных отправят на самоубийственные штурмы. Поэтому власть довольно активно, колуарно с ними борется, но публично она ограничена в механизмах. И вот одну из этих самых медийных жен мобилизованных, Марию Андрееву, которая стала лицом фактически этого протеста, ее задержали вот буквально сегодня у памятника Жукова у Кремля в пикете. Правда? Довольно быстро отпустили. Как рассказал корреспондент Сотовижн, при задержании Мария Андреева кричала, давайте задерживайте жену мобилизованного. Через какое-то время к сотрудникам полиции подбежал еще один полицейский и заявил, эту не трогать. Вы что, не слышали? Эту не трогать. После этого женщину отпустили. Тут, конечно, можно строить разные версии. Ну, например, что на самом деле она агент ФСБ, и это все многоходовочка. Что-то давно, кстати, ни про что таких версий не было. Такая версия появляется каждый раз, когда что-нибудь происходит. Я помню и про дроны, которые влетели в Кремль, так говорили. Еще про что-то постоянно говорят. Ну, то есть я это не очень люблю, потому что действительно ФСБ активно работает. Есть действительно большие сети, пропагандистские, которые вбрасывают различную информацию и имеют различных агентов. Однако главный вопрос, который нужно себе задавать всегда, когда вы думаете пуститься в такие рассуждения, это осмысл данного предприятия. Какой? Ну, то есть вот, допустим, есть жена мобилизованного, инспирированного ФСБ. Зачем? От нее уже столько проблем, и от них всех, что зачем это вообще делать? Непонятно. Согласитесь. Вот и я не понимаю. Поэтому я думаю, что действительно они полагают, что как раз вот активные действия по задержанию этих жен мобилизованных могут спровоцировать акции солидарности и более того, могут спровоцировать ненужное беспокойство среди самих мобилизованных. У Кремля в этом отношении две проблемы, которые взаимосвязаны. Ну, то есть это дихотомия. Первое, сильно надавить, но пресечь их выступления и тогда потенциально получить эффект домино. Но потенциально, я подчеркиваю, он наступит не со 100% вероятностью. Или второе, игнорировать это, но тогда будут расширяться возможности. Ну, то есть расширятся допустимые пределы. Количество этих женщин будет увеличиваться, другие будут смотреть на то, что этих не прессует, и тоже присоединятся к движению. И что из этого выбрать, Кремль пока не понял и щупает. Щупает, где лучше, где меньше вероятность нарваться на какие-то большие проблемы. Потому что сейчас у Путина идет активная его вот эта избирательная кампания. Он что-то ездит на Чукотку, общается с какими-то детьми. Я вспоминаю, что это вообще его стиль, честно говоря. Мы, на самом деле, вот последний срок Путина и последние выборы, которые были перед этим, они как раз были не типично путинскими. Там была совершенно другая история. Потому что до этого, вспомните, он летал со стерхами. Я вот когда это вспомнил, и картинку вспомнил, я подумал, что это все нам в белой горячке приснилось. Потому что я напомню, Владимир Путин не просто летал со стерхами, он переоделся стерхов, чтобы вести стерхов, по-моему, на зимовку. Вдумайтесь в это. Ну и он щеголял с отцами еще задолго до вечеринки Ивлеевой. Почему-то за это его никто не отменял. Или амфоры. Знаете, ему показалось мало достать со дна одну древнюю амфору, поэтому он достал сразу две. Ну, довольно потешно это все было, и сейчас бы было потешно, когда он звонит маленькой девочке и говорит, а вот ты виртуально погружался на дно Байкала, да, говорит маленькая девочка, 6-7 лет. А он такой, а я в реальности погружался. И хочет сказать, возьми с полки пирожок, а лучше ножкой горло себе перережь. Но нет, значит, он вот решил похвастаться перед маленькой девочкой. Достойный поступок. Еще раз говорящий о том, что Путин просто закомплексованный социопат. Однако, к сожалению, просто потешаться над этим проблематично, потому что Владимир Путин прямо сейчас является одним из главных людоедов 21 века, который начал полномасштабное военное вторжение против Украины и каждый день уничтожает там людей. Поэтому, к сожалению, не до смеха. Но, в общем, в рамках его вот этой кампании, где дедушка Ленин несет надувное бревно, есть проблема с этими мобилизованными, которая только расширяется. Проблемность ее еще и в том, что это не какое-то скоординированное единое движение. Это происходит вообще в разных городах и селах. Потому что это действительно люди, которые переживают эти проблемы. Мы сейчас не будем обсуждать моральную сторону. Есть ли лично у меня сочувствие к мобилизованным и их родственникам? Честно говоря, нет. Ну, то есть, не хватает у меня эмпатии тех, кто взял автомат и пошел убивать людей в другую страну, как-то вот сильно им сопереживать. Но это не важно. Мы говорим здесь сейчас о рисках и о том, что наносят удары по власти. Поэтому в данный момент я безусловно за то, чтобы эта движуха продолжалась и чтобы она нарастала. Потому что цели наши с ними на данном этапе совпадают. Более того, они стали совпадать еще больше, когда многие из публичных спикеров этого движения стали говорить, что они не за то, чтобы одних мобилизованных поменяли на других, а за то, чтобы в принципе не было больше мобилизации. Это хорошо, это правильно и это нельзя не поддерживать. В любом случае, сейчас мы с вами говорим о том, что из себя представляют эти движения, почему они пока еще не оформлены и какие угрозы это сулит для российской власти. И власть это очевидно понимает, но не понимает пока, как именно с этой угрозой бороться. На данный момент, на начало 2024 года вот этот «Путь домой» сделал уже регулярные акции. Это вообще хорошая идея, потому что регулярность это залог расширения. Более того, каждая акция, она проверяет российскую власть на прочность. Потому что еще раз, если жестко задерживать, можно получить негативный эффект, если не задерживать, то акций будет становиться больше, потому что увидят, что можно. С прошлой акцией вообще обомлели все. Я вам вот скажу, как люди, ну, как человек, который примерно давно вот в информационной среде, человек с плакатом, который выходит к Кремлю в 2024 году во время войны и говорит что-то против решения Министерства обороны Путина, это нонсенс. Ну, то есть, человек, которого не винтят. Последний раз, когда можно было нормально выйти с плакатом, это была как раз история с Иваном Голуновым, когда одиночные пикеты еще существовали вообще. Потом появились коронавирусные ограничения, якобы, да, и под них винтили вообще всех. Здесь же люди выходят с плакатами, и им за это ничего не происходит. Это невероятно. И увидев это, все новые и новые жены, сестры, матери мобилизованных могут присоединяться к этим акциям. А акции эти уже, жены мобилизованные, сделали, как это, межгородскими, ну, то есть, по разным городам России. Вот, собственно, сегодня, 13 января, день памяти, так они называют свои акции, заключается он в том, что они возлагают цветы к вечному огню в характерных белых платках, и потом часть из них стоит в пикете. В Москве она проходила в 12, в Александрском саду вечного огня после развода караула в Петербурге, в 14.00 на Марсовом поле, в Воронеже в 14 мемориала, в других в 12.00 по местному времени у памятников. Что заявляет Путь домой в своем призыве к этим акциям? Мы просим всех неравнодушных присоединиться к этой акции с гвоздиками и нашим символом белый головной убор или шарф для мужчин. Наша акция возложения цветов это возможность познакомиться друг с другом живу и обменяться контактами и чатами, чтобы впоследствии бороться вместе. Вы узнаете своих по белым платкам. Также это способ показать количество несогласных бессрочной мобилизации. Это демонстрация несогласия с бессрочностью мобилизации, с гибелью военных на СВО, а также намерение действовать дальше. Не будьте равнодушны и не проходите мимо. Частичная мобилизация не окончена. Начинайте бороться за своих мужчин здесь и сейчас, пока вы скованы страхом, ничего не изменится. Мы ждем вас. Каждое слово в этом предложении правильное, потому что действительно будущие мобилизации тоже не за горами. Скорее всего они маячат где-то после выборов, потому что отсутствие людей все еще остается главной проблемой для российской армии на фронте, о чем уже снова начинают писать Z-каналы. То есть российская тактика местных штурмов предполагает большое количество людей. В отсутствии большого количества людей и ресурсов Дмитрия Медведева про то, что набрали 500 тысяч контрактников, это абсолютная выдумка. Не, контрактники есть. 1150, наверное, но не более того. И в этом контексте, конечно, расширение этих акций будет бросать для российской власти все новые и новые вызовы. Чего, собственно, они добиваются? Добиваются. Очень простой вещь возвращение своих мужей, причем там самые разные кейсы. Вот, например, девушка, у которой муж, значит, только родился ребенок. Муж, насколько я помню, значит, у нее работал в западной компании айтишником. И компания ушла из России после начала войны, и муж остался без работы. Типа вот буквально он месяц был без работы, и к нему пришла повестка на мобилизацию. И как бы обещали айтишников не мобилизовывать, но тем не менее его мобилизовали, потому что он не действующий айтишник. У него только родился ребенок. Типа 3 месяца было ребенку, вот этого человека забрали и до сих пор не вернули. Вот что о нем рассказывает его жена. А почему вы пришли сегодня сюда? И где вы? Я стою у Министерства обороны Российской Федерации вот с одиночным пикетом в надежде, что нас услышат, услышат жен и матерей мобилизованных. услышат нашу боль, нашу боль, вернуть наших мужей, вернуть ребят домой. Они устали. Они уже год и 4 месяца находятся в зоне вхождения социальной военной операции без ротации. Клисть на моего мужа отправили в стул. Он магистр в преподной физике. Он айтишник. У него полутора годовалый ребенок. Когда он родился, ребенок было 3 месяца. Вот. Сейчас он в стурме. Таких людей не должны отправлять. А вот где должны тех подруктованных хернуть? Они должны отжигать. Мы требуем установления сколько служб в мобилизации не более одного года. Вот. Поэтому я сегодня здесь и жду, что меня услышат. Опять же, никакие обещания Владимира Путина соблюдены не были. И семьи мобилизованных смогли в этом убедиться самостоятельно. И в общем, они совершенно справедливо полагают, что единственный способ дождаться мужей это дождаться их либо тяжелораненными, либо в цинковых гробах. Собственно, об этом говорит и Мария Андреева, та самая, которую сегодня задерживали. Когда у них будет какое-нибудь серьезное ранение, что он не сможет ни работать, ни содержать свою семью, вообще ничего сделать не может, просто были в полочном. Или нам дождаться цинковых гробов, когда долг наших мужчин будет считаться выполненным. Почему, извините, зэков выпускают через полгода после того, как они выполнили свои задачи в зоне СО, с тем, что, что сделали наши мужчины, с тем они провинились перед этой Родиной, что они там, в окопах, мой муж в сферолях находится непосредственно в окопе. Никакой ротации он не видел. Мой брат тоже никакой ротации не видит. С тем они это вообще прошла интересная встреча между женами и матерями мобилизованных и Борисом Надеждином. Кто такой Борис Надеждин, мы отдельно его с вами на канале не обсуждали. Борис Надеждин это человек, которого зарегистрировали кандидатом в кандидаты в президенты. То есть сейчас он как бы набирает подписи и там произошла довольно интересная штука, насколько мне представляется. То есть, судя по всему, это кандидат, согласованный Кремлем, но Кремль сделал большую глупость. Дело в том, что Кремль скорее всего подумал, что будет удобно найти какого-то спарринг-партнера безобидного, который будет толкать не очень такие агрессивные нарративы, но при этом, ну короче, как Собчак было. Типа найти кого-нибудь, кого можно будет вот там как мальчика для бития использовать, в тот раз было как девочку, и показать, что значит вот непопулярны ваши антивоенные настроения. Почему ошибка Кремля? Потому что любой человек, который выступает против войны или специальной военной операции, как ее называют в России, тут же будет получать голоса не тех, кто к нему хорошо или плохо относится, точнее, не то чтобы голоса, а поддержку, голоса не так важны, их нарисуют, а поддержку будет получать от тех, кто, собственно, против войны. А поскольку таких людей уже довольно много, не потому, что они глобально против войны, а потому, что война уже сильно ударила по их кошельку, по их родным и близким, и вообще там по Заре, Макдональдс и всему прочему, Собственно, такой человек будет получать большую поддержку. И, собственно, сейчас это и происходит. То есть Борис Надеждин вообще почти не прикладывая усилий, собственно, является для многих вот таким способом поддержать окончание того, что называется СВО. Поэтому я думаю, что это, да, кремлевская такая игра, но кремлевская ошибка. Поэтому даже несмотря на то, что Борис Надеждин, я не знаю, кремлевский или не кремлевский, я все равно очень надеюсь, что он будет вести кампанию, потому что на ошибках Кремля надо играть. И если его действительно допустят до выборов, если Кремль настолько будет идиотичен, то, конечно, его на выборах надо будет поддержать. Зажмурив нос, безусловно, потому что 99% того, что говорит Борис Надеждин, очень дурно пахнет. Но это не важно, потому что задача не в том, чтобы пахло хорошо. Выборы когда-нибудь будут в России, мы сможем избрать достойного кандидата или как минимум за это побороться. Но сейчас вопрос не в этом. Но про Бориса Надеждина как-нибудь потом. Он пока и сам справляется, но, в общем, он провел встречу с женами мобилизованных. По сути, это единственное его вот такое действие в рамках его агитационной кампании, которую он совершил. Действие разумное, хорошее, правильное. И в рамках этого действия он пообщался как раз с женами и матерями мобилизованных. У них сложно им было вот как-то всю эту встречу организовать. Тем не менее, они сделали. В итоге с ним общались 14 активисток «Путь домой». Встреча, на которой это все произошло и на которой побывали всякие там корреспонденты и журналисты, немногие оставшиеся в России, переносилась из одного места в другое и в итоге прошла в лофте на севере Москвы. 20-летняя жена мобилизована Паулина рассказала, что движение за возвращением мобилизованных расширяется. Сначала мы выходили по 2-3 человека, и нас никто серьезно не воспринимал. Мол, побеситься бабы и перестанут, но нас с каждым разом все больше. Активистки рассказали, что постоянно подвергаются травле, их не хотят слушать, уличают в ангажированности. Примечательно, что лишь несколько из них разрешили себя снимать и выкладывать, собственно, свои высказывания и речи. Остальные попросили, чтобы их никак не светили. Как раз из-за того информационной кампании, которая против них существует. Причем это люди самых разных возрастов. Вот, например, такая пятилетняя Антонина. Ее мужа забрали на фронт, несмотря на диагноз. Супруги пошли в военкомат по повестке, думая, что забрать не должны, но сейчас он в окопах. Мой муж, когда звонил, сказал мне страшную вещь. Тонь, по-моему, у нас просто идет утилизация. Антонина и ее подруга, у которой сын на границе, слушали новогоднюю речь Владимира Путина, плача и боясь, что будут плакать весь год. Хочу, чтобы в этом году наши мужчины вернулись, настаивает она. Не за счет другой мобилизации, потому что я боюсь, что моего сына заберут и заберут моего крестника. А чтобы они просто вернулись и все это закончилось. Ну, власть активно толкает, продолжает толкать историю, что никакой мобилизации никак не закончится. Оно и понятно, с военной точки зрения, это просто невозможно. Потому что мобилизованное, это буквально те, на ком сейчас держится фронт. А проводить новую мобилизацию, это значит настроить против себя вообще все общество. Потому что сентябрьская мобилизация, вот когда ее провели, это был мощнейший удар по всей российской власти с информационной точки зрения. Таких низких рейтингов у власти не было никогда. Такого количества недовольства не было никогда. Владимир Путин был вынужден отменить свою прямую линию общения с людьми, которые он обожает. Ровно потому, что такого уровня недовольства Россия еще не встречала. Более того, после того, как за год мобилизации второй не произошло, люди потихоньку начали возвращаться в Россию и считать, что да, давай либералы все выдумывают на своих ютуб-каналах. И никакой мобилизации больше не будет. Путин ведь обещал, если провести вторую мобилизацию, то больше уже никогда Владимиру Путину никто не поверит. Даже те золотые рыбки, которые почему-то забывают все прошедшие 24 года и считают, что Путину верить можно. По факту они просто пытаются оправдать как-то свое решение, потому что не хотят выходить из зоны комфорта. Не то, чтобы я их к этому призываю, а просто объясняю, как это работает. Когда ты уехал в другую страну, твой доход понизился, твои возможности понизились, тебе очень тяжело. Ты такой, ну там же в России, ну да, я потерплю, ну завалю, так сказать, рот. Ну, может быть, на меня не напишут донос. Может быть, я не попадусь к менту, который на меня грозно посмотрит. Может быть, меня не заберут в рамках призыва о мобилизации. Ну, это же все сказки. Ну, человек забывает, что был последний год и, более того, переживает о своей шкуре. Но не так важно. Суть в том, что после новой мобилизации все, это навсегда. Все специалисты любого профиля будут максимально стараться уехать из России, особенно те, у кого есть для этого финансовые возможности. Да и те, у кого, собственно, нет, тоже будут пытаться это сделать, потому что это будет вопрос жизни и смерти. Особенно после того, что стало известно о мобилизации, о том, где используется мобилизованная, о том, что мобилизация вообще может быть бессрочной. Поэтому, собственно, мобилизованные будут оставаться на фронте, пока не умрут. Это официальная позиция российской власти. Ее подтверждает и депутат Госдумы Картополов. Он, по-моему, глава комитета по обороне, то есть профильного комитета. В интервью, которое он давал Фонтанке, он сказал следующее. У нас в 41-м году армия мирного времени практически перестала существовать. Было много погибших, много пленных. В ту же Москву отстаивали, по большей части, панфиловцы, которые в Казахстане формировались, московские дивизии, ополчения. И что, их надо было всех тоже распустить потом? Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация с жен Кремлю и сказала, Иосиф Васильевич, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть. Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня нет-нет, вот это все вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами. Это все цепсошно-церушные наработочки. Ну, то есть вот эти жены мобилизованных, настоящие жены настоящих мобилизованных, они все цепсошные наработочки. Помимо хамского отношения к своим согражданам, Картополов еще и, видимо, держится их за идиотов. Потому что, собственно, никакой Великой Отечественной войны нет. Никакой Второй мировой даже пока нет. Ну, точнее, если будет, то и Третья, а не Вторая. Но в любом случае, собственно, Россия напала, и Россия продолжает эту войну. Россия может закончить войну за один день, просто уйдя из территории Украины. Более того, собственно, вот кого-то мобилизовали, а кто-то продолжает жить как жили. И это никак не похоже на ситуацию ни 41-го, ни 42-го года. Во-первых, на Россию никто не нападал. А во-вторых, потому что, собственно, все, кроме вот этих 300 тысяч человек, живут как жили. Ну, чуть хуже, да, понятно. Чуть дороже все стало стоить, чуть чаще стали приходить гробы и прочее-прочее. Но базово все ведут обычную жизнь. Поэтому, конечно, сравнение Картополова рассчитано на каких-то идиотов. Собственно, жены мобилизованных тоже так это считали. Особенно его пассажи про то, что мобилизованные их родственники сейчас являются самой защищенной категорией лиц в России. И предложили Картополову, раз так, то самому эту защиту на себя опробовать. Ниже будет представлено интервью Картополова, после которого у меня в запасе, наверное, не осталось ни одного приличного слова. Про опыт, который говорил этот человек, который набрали наши ребята в ходе боевых действий за полтора года почти. Когда их мобилизовали, у них этого опыта не было. Так как Картополов считает, что у нас все отлично в армии, и мобилизованные вообще не должны рыпаться, у них все отлично, их семьи настолько защищены, я предлагаю ему отправиться в зону СВО и получить тот же колоссальный просто пакет социальных услуг и ту защиту его семьи, которую предложили мобилизованным. Те, кто поддерживает отправку Картополова в зону СВО, отправляйте пальцы вверх, а мы будем дальше бороться. И не будем обращать внимания на сто недалеких людей. Телеграм-канал «Можем объяснить» взял комментарий у нескольких жен мобилизованных по поводу этого интервью Картополова. Картополов может сам отправиться в окопы на штурм Авдеевки. И Соболева пусть с собой прихватят. Это такой депутат тоже есть. Если выживут, поговорим с ними, кому, как и сколько служить надо. Могут и видео оттуда записать, прокомментировала одна из родственниц мобилизованных. «Пи***ь, не мешки ворочать», возмущается другая активистка Мария Семенова. Сравнивать СВО с Великой Отечественной, это нужно быть очень тупым, либо очень подлым. Почти два года власти это называют спецоперацией, говорят, что у нас все хорошо, мирная жизнь, это не война. Вертятся как уши на сковородке. Сперва СВО, потом оказывается война. Мобилизация она винит, в том числе Картополова, он же глава комитета по обороне. Почему он, Минобороны, Путин так плохо работали? Чем они занимались на наши налоги? Так что пришлось призывать гражданских людей. Мы сейчас и разгребаем то, что они устроили, а они нас называют чьими-то наработочками. Как ни удивительно, не согласен с Картополовым, или как минимум, скажем так, критикует его, Z-канал Рыбарь, вот уж казалось бы, который пишет следующее. Интервью председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картополова в Фонтанке это попытка дать ответ на неудобные вопросы, которые сейчас остро стоят в обществе. Один из них, это, конечно же, демобилизация признанных ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации в конце 22-го года. Излюбленная тактика отечественных спикеров за 45+, это апеллировать к опыту Великой Отечественной войны и задавать встречный вопрос в духе «А вы можете себе представить подобное при Сталине?» Проблема даже не во встречных вопросах, проблема в приемах. Тогда была все же другая война, да и общество было другим, уровень осведомленности был иным, как и степень мотивации. И то, что работало тогда, про текущих частичных мерах не работает. Нельзя упирать на важность освободительной войны и проводить параллели с ВОВ, если у нас до сих пор СВО. Это что-то далекое, не касающееся всех и каждого. Имеющийся в обществе запрос на справедливость действительно используется и ЦИПСО, и МИ-6, и ЦРУ, да кем угодно. Только отмахиваться от него, мягко говоря, вредно. Противник давит там, где давится, не просто так. Проблема-то действительно есть. А всеми, кто ими обеспокоен записывать во враги Москвы, так себе тактика. Многие родственницы мобилизованных жалеют о ранее принятых решениях. Ну, например, о том, что их мужья в свое время получали повестки и по ним пошли. Вот что пишет в краснодарском чате «Путь и домой». Взять повестку был ошибкой, проклиная тот день. И так считают все, сколько речей было сказано. Да вы 3-6 месяцев границы поохраняйте и домой. Муж за 15 месяцев пошел 16-й месяц, был в отпуске один раз. Я везде писал, от Кондратьева и от администрации ничего, помимо бессрочной мобилизации. А счет идет на дни, уже все на грани, всем плевать. С ней соглашается и другая участница чата. На счет повестки многие так считают. Мульт долго не выходил на связь. На мое обращение в наш любимый 255-й полк города Волгоград мне ответили, что ответственности они за них и несут. Они просто приписаны к ним, чтобы получать зарплату. Но чуткий президент Владимир Путин в рамках своей избирательной кампании реагирует на жен мобилизованных. И встречается с ними. Правда, не с теми, а с совершенно другими, у которых претензий нет. Которым все нравится и у которых все замечательно. Они довольны тем, что их мужья погибли. Он встречается не просто с женами, он встречается с домами. С теми, кто уже потерял своих родных и близких. И встречается с ними на Рождество, рассказывая, что это замечательный семейный праздник. Перед Рождеством мы с вами встречаемся. С некоторыми из вас мы уже виделись, встречались и договорились, что мы еще увидимся. Как и договаривались, мы так и делаем с вами. Рождество один из самых теплых. Так же, как и в России Новый год отмечают, и Рождество так же отмечают, как семейный праздник. Может быть, даже это более семейный, чем и Новый год. Он, повторяюсь, теплый такой, очень мягкий, душевный. Один из самых любимых праздников России. Мне в голове не укладывать, честно говоря. У меня был этот прогон уже на внесводке, и униан его вырезал отдельно. И что-то озаглавили, как Наки взорвался от чего-то там. И это там прям много людей посмотрели. Но я правда не понимаю. Перед тобой сидят матери, женщины, дети, людей, которые погибли. И ты им рассказываешь, что Рождество – это теплый семейный праздник. Это все равно, что собрать жителей Климовска и других городов, где нет тепла, и говорить, что это очень теплый праздник. Правда, это же бессовестно абсолютно. Ты сидишь и в глаза людям говоришь про семейный праздник, хотя из-за тебя, мудака, эти люди больше не смогут встречать Рождество с семьей. И ни один другой праздник. Ну, то есть, правда, он у них забрал их мужей. Из-за него их мужья мертвы. Ну, из-за самих этих мужей тоже, что они пошли на эту войну. И вот он сидит, и они мило улыбаются. Такие, да, да, великий отец Владимир Путин. Как твою пяточку-то поцеловать? Или пятую точку. С этими вдовами Владимир Путин встречаться готов. Однако это совершенно не отражает того запроса, который реально есть у жен мобилизованных. Он не готов к прямому диалогу с теми, у кого есть проблемные вопросы. Он готов устраивать совершенно какой-то странный цирк, рассказывая, как вот, смотрите, Рождество, давайте посидимся, вместе соберемся. Там есть отдельная странная история, рассказывая, что он как-то всех пригласил за стол, при этом как бы пост все еще идет. Ну, то есть, надо разговляться, так сказать, попозже. И как там, значит, не особо они смогли поесть. Но это уже домыслы и слухи, не будем на этом акцентировать внимание. Но вот это издевательское отношение. То ли он правда упивает со своей безнаказанностью, то ли он садист. Вот с такими, ну, маньячными просто наклонностями, да. Он просто не понимает, у него нет эмпатии. Он не понимает, что перед ним сидят те, кто навсегда потерял любимых людей. И да, может быть, Джоны и довольны тем, что получили там новенькую ладу или еще какие-нибудь деньги. Разные люди бывают. Но дети, особенно маленькие дети, у них больше не будет отца. Может быть, появятся отчимы, но отца больше не будет. Он умер по прихоти Владимира Путина. А теперь они сидят и слушают, что Рождество это важный семейный праздник. Спасибо большое, отец нации. Уверен, эти дети придут и плюнут ему на могилу, когда будет такая возможность. Вы спросите меня, Майкл, если проблема столь масштабная, если мобилизованные погибают пачками, а родственники мобилизованных этим очень недовольны, то где рассказывать от самих мобилизованных? Почему они не записывают видео? Почему они не покидают фронт и не рассказывают о том, что там в реальности происходит? Ну, во-первых, иногда записывают, а во-вторых, вот как раз те, кого записывают, их начинают прессовать жуще всего. Помните мобилизованного Александра? Это мобилизованный из Воронежа Александр Шпилевой, который, собственно, записал видео во время отпуска. Он записал видео о положении резервистов на фронте и призвал Владимира Путина завершить войну в Украине. После своей записи он перестал выходить на связь. Родственники выяснили, что военнослужащего, записавшего резонансное видеообращение, наказали, посадив штрафную яму в оккупированной Луганской области. 7 января телеграм-канал «Дневник и заказ» сообщил со ссылкой на близких Александра, что тот уже две недели находится в штрафной яме. Эту информацию подтвердили активисты движения «Путь домой», добивающиеся возвращения мобилизованных с фронта. «Не надо хранить его. Слава богу, Саша жив, но находится в сложной ситуации. Телефон забрали. Его держат где-то, связи нет. Посадили в яму, как вы и предполагали», — написал один из родственников Шпилевого в чате. Вообще, наказания эти в яму довольно жестоки. Появилось еще несколько видео. Я вам одно из них показывал, точнее, не одно из них, а предтечу этого, как их голых выстроили и отправили в яму, но и это Ютубу показалось чересчур. Сейчас появились новые видеокадры, как просто их голыми в ямах начинают избивать. И еще, собственно, поговаривают, что там еще в этих ямах происходит. Но, опять же, показать эти кадры я не могу, а голословным быть не хочу. В любом случае, вот что случается. Это наказание разного рода с теми, кто начинает говорить о том, что все не очень хорошо. Исключение лишь для людей с командой Путина. Ну, для того серба, который недавно рассказывал, как плохо обращаются с сербскими наемниками на этой войне. Но базовая — это массовая практика. Командиры издеваются над своими, собственно, подчиненными, ни во что их не ставят. Не потому, что командиры такие плохие, хотя все это армия фашистов-людоедов, а потому, что начальству наплевать. Российская армия — это в первую очередь мясные штурмы. Российская армия — это в первую очередь бесправие. Путину плевать на людские потери, как и плевать его генералитету. Поэтому, даже если вы людоед-упырь, который очень хочет идти в Украину и убивать там людей, ну, то есть вы абсолютно конченный и разложившийся моральный человек, то все равно знаете, что по итогу плохо-то будет вам. Поэтому вы либо получите ранение, либо сгниете в яме, либо будете убиты. Поэтому ни в коем случае не связывайтесь с Российской армией. Ни в рамках контракта, ни если вы зэк, ни во время мобилизации, которая еще будет, ни во время призыва на срочную службу. Иначе уже ваши матери, жены, дочери будут записывать видеообращения, а их Владимир Соловьев будет называть украинскими шпионами и говорить, что их надо уничтожить. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok